Сегодня самый волнительный день в году, ведь мы встречаем по самому волшебному волшебнику, как его замкаркинуть. Дед Мороз, правильный, дети! Каждый год театр событий Мэри Поппинс готовит особый новогодний спектакль. Его зрителям из года в год становятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Постановка специально адаптирована для слушателей с разными особенностями, и артисты активно вовлекают в историю свою юную аудиторию. Основная задача таких выступлений – подарить детям радость общения. В обычных спектаклях такого нет. Дети на сцену не вызываются, только в определенных интерактивах. Сегодня я специально это сделала, хотя они не должны были мне помогать, потому что им нужно уделить внимание, с ними нужно контактировать именно близко, им нужен тактильный контакт, им нужно войти в зону доверия. Не только потому, что я сама играла отрезательных персонажей, а просто потому, что им нужно общение. Интерактивные спектакли для всей семьи – основное направление театра. Репертуар Мэри Поппинс варьируется от аудитории, но финал у истории всегда один – счастливый. Как говорит один из руководителей театра Марии Никерина, главное – дать детям верный посыл. Они сами его подхватят. Она является автором большинства спектаклей, играет на сцене, пишет музыку и слова к ней. Я та самая настоящая Алиса! Занимается Мария своим проектом уже почти 6 лет. Сначала это была площадка для реализации собственных творческих возможностей. Но постепенно театр превратился в важный социальный проект. Инициатива Марии отмечена грантами и наградами на региональном и федеральном уровне. Театр стал победителем конкурсов «Лучший социальный проект года» и «Моя страна, моя Россия». Но чтобы двигаться дальше, предпринимателю нужна дополнительная поддержка. Мы могли бы более внушительно это сделать, я думаю, в более масштабном варианте. То есть кулуарно – это здорово, но это занимает очень много сил. То есть я, например, дальше еду в детский дом, а хочется всех собрать в одном месте. И вот прям так круто и помпезно так сделать для всех детей. Для этого нужна поддержка, конечно. Графику театра насыщенные. В рождественский период актеры выступают по несколько раз в день. При этом часть спектаклей показывают абсолютно бесплатно. А на следующий год у руководства театром большие планы. Новые задачи – новые спектакли. Главная цель – успешное участие в конкурсах на младежные и президентские гранты.